Меньше чем через две недели начнет выходить второй сезон Аркейн. И решив под этот повод пересмотреть первый, я изначально просто хотел освежить историю в своей памяти. Но я совершенно не ожидал, что снова настолько погружусь в это произведение. И опять так кайфанул с пережитого. Я действительно заново влюбился в Аркейн. Я понял, что хочу об этой повторно обретенной любви поговорить. Хочу, чтобы про это здесь появилось видео. Чтобы было место, где и другие смогут поделиться своими историями знакомства и симпатиями, антипатиями к данному творению. Поэтому оставляйте комменты, можете и подписаться заодно, лайк ткнуть. Хочется подчеркнуть тот факт, что Аркейн не просто продукт внезапного оверхайпа. А вещь по-настоящему заслуживающая всех тех восторгов, которые ее одарили на релизе и продолжает до сих пор иногда одаривать. Ведь даже три года спустя, никто так и не дотянулся, имхо, до звания лучшей игровой организации. Этот статус все еще принадлежит Аркейн. И вот почему. Первое и очень важное, но при этом для меня лично не самое здесь главное. Это все-таки визуал. Самобытный, замороченный, безумно стильный. Визуал прекрасен сам по себе. Да еще и прекрасно работает тут на все. Показывает красоты и грязь этого мира. Подчеркивает индивидуальности персонажей. Задает настроение, формирует атмосферу и позволяет дополнительно вовлечься в происходящее. Потому что вся эта замороченность сумасшедшего качества анимации по-настоящему функциональны. Авторам дали творческую свободу и они использовали ее по полной. Выразительная мимика, по которой тонко читается любая эмоция. Тики, подергивание губ, нервные улыбки, гнев, радость, ярость, рыдание, приступы безумия, что угодно. В Аркейне очень многое рассказывается исключительно через визуал. Визуальный нарратив тут мощнейший. Показывай, а не рассказывай. И за счет этих детальных анимаций лиц и тел, персонажи порой могут весьма красноречиво донести нам информацию при полной невербальности происходящего. Сквозь этот дико похожий на маукап, но все же ручной труд аниматоров. Каждый персонаж обладает яркими, характерными чертами. Немногочисленные экшн-сцены, помимо отличной операторской работы, грамотного самодизайна и точного монтажа, воспринимаются круто тоже за счет анимации, опять-таки. Сочные, детальные, по-нужному гротескные, где надо реалистичные. Визуальная часть Аркейн это нечто близкое к волшебному, невероятному. Мир оживает, он наполнен мелочами, создается ощущение, что за каждым поворотом что-то примечательное тебя ожидает. Этот мир правдоподобный, и он интересный. Технопанк, технофэнтези, киберпанк в нижнем городе. Вылизанные возвышенные архитектуры пространства наверху. Яркий контраст, своя красота и там, и там. Классный дизайн вообще всего, все стильно. Кому-то может не нравиться кислотность и неоновость, но отрицать, что Аркейн сходу узнаваем, и его тяжело с чем-то спутать, по-моему отрицать нельзя. Да, похоже местами и на Дизонорд, и на Биошок, особенно Инфинит. И про мир можно сказать, что он не такой уж уникальный, был же Арканум. Стык технологий и магии. Но даже так, как ни крути, свое лицо у Аркейна имеется. Визуальное уж точно. Крутые дизайны персонажей, прикольные воплощения технологий, спецэффекты, цветовая гамма, короче, все тут офигенно. И отдельная похвала авторам за уже упомянутое использование визуала в нарративе. История ведь сама по себе довольно простая. Тут нет каких-то прям тонких откровений в построении сюжета. Но драматургия весьма крепкая, рабочая на приключенческом уровне. Сериал качественно умеет развлечь и эмоционально вовлечь в рассказываемые события. А за счет дополнительного слоя визуальных метафор и монтажных рифм, повествование значительно углубляется. Причем на самых разных уровнях. Будь то даже первая открывающая сцена всего сериала, оформленная исключительно аудиовизуально. Без использования каких бы то ни было слов совсем. И сразу задающая настроение. Многое на самом деле говорящее нам о героях и показывающее ключевой конфликт опять-таки на нескольких уровнях. Противостояние и противопоставление. Сестер друг другу, войны, миру, мировоззрений, нижнего и верхнего городов. Мы уже тут можем проследить за измененными убеждениями Вандера. Увидеть как детская травма в виде потери родителей повлияла на Вай и Паудер. Пронаблюдать разницу в дальнейшем формировании характеров. Паудер закрылась. Она проживает все внутри себя. И так будет всегда. Она зациклится на страхе остаться одной. Появится это ее нездоровая одержимость быть с кем-то связанной. Кем-то защищаемой. Конечно, для маленького ребенка это совершенно логично, понятно. Но уже тут проявляются первые ростки нестабильности психики. Эти скретч-вставки, появляющиеся лишь в моменты потери контроля. Миротворцы, демонизированные в ее сознании. Вай же воспринимает происшествие совершенно иначе. Это тоже травма, тоже отпечаток. Но она дает волю эмоциям. Она впускает их в себя открыто. И это также станет частью характера. Эмоциональность, импульсивность, плюс установка защищать. Не допустить, чтобы нечто подобное вновь случилось с ее близкими. Затаенная злоба на пилтовер. И мучительное чувство вины в дальнейшем. Когда как раз таки из-за порыва эмоций последнего близкого человека, оставшегося в живых, она сама же и отвергнет. И это одна лишь первая сцена, товарищи. А тут много такого. Символизма и метафор разной степени очевидности. Становящийся практически монохромным Виктор в момент поиска решения. И ярко выделяющийся самоцвет, превращающийся в это решение. Монтажные переходы, сразу отвечающие на возникающие в голове вопросы. Тот же Виктор в тени Джейса, метафорично раздавленный кружкой с лицом друга. Момент расставания сестер, где Вай сидит за углом на фоне серых стен, которые будут окружать ее в тюрьме годами. И плачущая паудр в огне, метафорично предсказывающая нам будущие смерти от взрывов Джинкс. Та же Джинкс, возвращающаяся на их базу из детства, где Вай боксировала с этим механическим роботом. Во-первых, скретчи в виде букв V и I. Пририсовка демонического вида к лицу сестры в момент пощечины. Сердечки в глазах паудр, прочереки на глазах ролика. И табло, где строчка с именем паудр так и не дотянулась до первого места, занятого сестрой. Даже годы спустя. Ноль слов, ноль прямых акцентов на чем-то, чтоб прям в лоб, но сколько смысла. Силко, показываемый своей страшной или человеческой стороной, в зависимости от принимаемых в этой сцене решений или сказанных слов. Мертвый силко, повернутый к нам нормальной частью лица, чтобы подчеркнуть, что человеческая его часть все же перед смертью возобладала. Любовь к дочери. Аркейн очень грамотно использует свою рисованную природу для усиления эмоциональных моментов. Не стремится к киношному реализму, а наоборот, подчеркивает, где требуется гротеск, через особенности анимационного формата. Шикарный момент с зажженной ракетой на крыше, круговой пролет камеры, мертвые друзья за спиной, да и вообще с монтажными рифмами тут все круто. Очень много продуманных переходов между сценами, уместно и умело монтажный ритм выстроен. Структуру мне также хочется исключительно хвалить, распоряжение хронометражем так вообще близкое к идеальному. Сериал и заскучать не дает ни разу, но и не стремится упороться в экшен и нон-стоп действия ради действия, жертвуя при этом историей. Более того, не стесняется иногда прям намеренно, довольно сильно, но без перегибов замедляться, чтобы позволить зрителям вникнуть в происходящее, прочувствовать момент, сосредоточить наше внимание на особенностях мира или дать раскрыться персонажам, подарить каждому, кто на экране, значимое место в этой истории. И вот, пожалуй, персонажи – один из ключевых факторов успеха Аркейн – сердце истории. Конечно, приемы, описанные выше, изящная работа с нарративом, интересный мир и восхитительный визуал – это все круто, это все очень важно, но ни за какой историей не было бы интересно следить без достойно представленных в ней персонажей. И тут каждый, хоть маломальски участвующий в происходящем персонаж, представлен, как по мне, достойно. Всем дали предысторию, да, разных подробностей и масштабов, но такую, которая позволяет персонажа понять, которая дает ему логичные мотивации и определенную личную драму. Через персонажей отлично обозначают сюжетные конфликты и проговаривают пусть и не сверхглубокие, но позволяющие призадуматься темы и посылы. Мотивы войны и ее влияние на людей. Опасность неконтролируемых амбиций. Когда перейдя моральную черту, вполне можно утратить человечность. Противопоставление долга перед семьей и личных стремлений. Беспредельная тяга к достижению прогресса любыми методами. И игнорирование вреда, который эти методы несут окружающим. Внутренняя свобода или безопасность близких. Поиски себя, трудности самоопределения, жадность, зависть, предательство. Много вопросов на подумать. Аркейн иногда глубже, чем кажется. Пусть и большая часть из доносимого на поверхности, но все же. Мне очень нравится еще, что персонажи здесь по-хорошему неоднозначные. Все где-то в серой зоне, нет черного и белого. Нет стопроцентных негодяев и пушистых героев. Каждого можно понять. Принимать его позицию при этом никто не требует. Сопереживать на самом деле тут, если честно, особо некому. Любого можно и обвинить. При этом, наблюдая за персонажами, в каждом можно проследить перемены. Герои ломаются, меняются, но ломаются не в одночасье. С лому ведут шаг за шагом. Глупые решения, случайные действия, неконтролируемые обстоятельства, за которыми наступают страшные последствия. Тот же Силко, например, казалось бы стопроцентный злодей. Но весьма интересная ведь личность. Желая лишь использовать, полюбил в итоге Джинкс как родную дочь. Действительно переживал за нее и она стала его слабостью. Любопытно, что из-за любви он и рисковал потерять авторитет и в целом стал менее независимым. Не зря параллели с Вандером провели. Обретя власть и ответственность за жителей города, найдя себе дочь, он и понимать стал старого друга намного больше и сожалеть ему. По-своему он видел будущее города. По какой-то своей логике даже, наверное, думал, что помогает ему, планируя добиться независимости от пилтовера. И весьма показательна сцена, где Силко не может сделать себе в глаз укол. Сомневается, не знает как прицелиться, хотя раньше на автомате это делал. Теперь же ему даже для такого незамысловатого действия нужна Джинкс. В мелочах все. И Джинкс сама, она ведь тоже неоткровенное зло. Скорее, больной человек с изломанной психикой. Глубоко травмированный ребенок. Она и жертва, и охотник. Ее жалко, она раздражает, на нее можно злиться, ее можно любить. Но она капец классно прописанный персонаж. Мне нравится, что ее безумие не просто прикольная черта, как это нередко бывает. Это не очаровательное безумие, а действительно пугающее. Истинно болезненное безумие, опасное. Пограничное расстройство личности, голоса в голове, мертвые друзья в окружении. Куклы, изображающие погибших друзей. Галлюцинации. Интересно, разумеется, и проследить путь становления Джинкс. Тут можно долго спорить, что стало точкой невозврата. По идее, даже маленькая Паудер, мастерящая свои игрушки, уже как-то странно относилась к жизням окружающих. Ведь начиненные гвоздями гранаты, с работой они, покалечили бы любого. Другие не были так настроены на насилие. Пусть даже и подсознательно. Или, например, реакции ее на то, когда Вай впервые не взяла Паудер на операцию. Истерика такая, будто ее бросили навсегда. Триггер. Близкие люди снова куда-то ушли. В опасное место. И она может остаться одна до конца жизни. Так ведь и вышло. Создала ли Джинкс именно Вай, назвав ее так и бросив одну? И да, и нет. Джинкс формировалась постепенно. Многие виноваты. И Силко, и Вай, и обстоятельства, и сама Паудер, выбравшая в итоге быть Джинкс. И у Джинкс не так уж много экранного времени, если разобраться. Но каждое ее появление запоминается. Персонаж просто шикарно воплощен Элой Пернел. Эту большеглазую Заю всегда хочется хвалить. Особенно в последнее время, когда она стала чаще появляться на экранах лично. Но пока что Джинкс это прям идеальное попадание. Ссори, Элла, но вспоминая тебя, в голове сразу Джинкс. Что же касается Вай, то и она хороша. Как хороша, конечно же, Хейли Стейнфилд, говорящая за нее. Вай тоже можно понять, потеряв отца и друзей. Осознавая, что часть вины за это лежит на ее сестренке. Видя довольную, пусть и не специально, реакцию Паудер на свои действия. Можно ли ее прям полноценно винить за срыв? Она тоже была еще ребенком. Это страшная ситуация. Вай поддалась эмоциям, потеряла контроль. Взять себя хладнокровно в руки и обнять Паудер, говоря в очередной раз, что все хорошо. Да, так было бы правильно, конечно. Но мы же видели, сколько раз до этого Вай так и делала. Она попросила сестренку остаться в стороне впервые, стремясь ее защитить при этом. А та не послушалась. И Вай хотела вернуться, но задержал Маркус. А потом уже и куча обстоятельств в актуальном таймлайне, все больше укрепляющих отдаление сестер. Прогрессирующее чувство вины, невозможность себя простить, злость на то, что все сложилось именно так, а не иначе. Кейтлин, Экко, Самоцвет, неоднозначно тут все. И это очень круто. Джейс, к которому вроде бы и сложнее всего прикопаться. Но и он ведь далеко не идеален. Предубеждение по отношению к жителям Нижнего Города. Череда сомнительных решений в статусе Советника. Влияние Мэл. Потери изначального фокуса на помощи людям, в первую очередь. Власть, любовь народа. После ракеты, выпущенной Джинкс в зал совета, интересно, как поменяются взгляды Джейсон на возможность мирного исхода событий. Виктор, одержимый идеей войти в историю как великая личность. И ставший в итоге причиной гибели единственного человека, который любил его не за заслуги, а просто за его людские качества. Скай, полюбившая не того человека. Жалко Скай. И кстати, классно ее представили в сюжете. Тоже не акцентируя их связь еще и с детства. Когда показывали маленького Виктора, показали девочку и ее издалека окликнули по имени. Кейтлин с обостренным чувством справедливости, идеализирующая систему правосудия. Стремящаяся к свободе и возможности менять что-то реально, но сталкивающаяся с правилами настоящей жизни. Их союз с Вай вполне логичен. В ней Кейтлин увидела все то, к чему стремится и чем не обладает сама. Внутреннюю свободу, уверенность в действиях, самоотверженность. А Вай разглядела в Кейт утраченную версию Паудер. Такую Паудер, которую она бы хотела видеть. Да и Кейтлин ведь прям киса, к тому же кексик, как тут не заугарать по ней. Кто Вай может не понять в таком решении. Горячее только Мэл, наверное, но тут уже вопрос предпочтений, конечно. Экко, Хаймердингер, Врач. Повторюсь, всех тут можно понять. Все движутся и меняются. Герои не статичны. Они пересматривают свои убеждения под давлением обстоятельств. И порой довольно значительно. Любую позицию тут позволительно защищать, либо пытаться уничтожить. Решать лично вам. Многочасовые разборы каждого персонажа на ютубе не дадут мне соврать. Хороший аркейн и саунд дизайном. Пространство дышит, создается атмосфера. Приземленная, фантастическая, гнетущая и возвышенная. Разные. Мне нравится, что моментами авторы оставляют чисто звуки окружения. Жизни. Убирая всю музыку, которой тут много зачастую. Она хороша, делает немало для позитивного восприятия. Задает стиль. Саундтрек еще и отражает происходящее в текстах песен. Но я кайфую, когда бой это просто звуки обмена ударами. И здесь такое есть в сцене файта Вай и Сейвики. Сочечно, прям ух. В общем, я пошел смотреть трейлеры второго сезона. Который намеренно скипал все это время. Оттягивая удовольствие. А вас изначально хотел оставить с моим любимым кавером на Enemy. Но YouTube, блин, как обычно ругается на авторские права. Поэтому могу предложить лишь ссылку, которая будет в закрепе. Да, всем спасибо, всем пока.